Но Бурака всё ещё нет. Зря звонила ей. Дорогая, я же сказал, что он, скорее всего, в пути. Сейчас приедет. Но ты всё же позвони. Позвони Бураку. Слушай. Бурак, мы позвонили Ослы. Сейчас она отпросится у мамы. А ты что делаешь? Ты ведь едешь? План отменяется меня. Не ждите. Но Бурак... В смысле... Бурак? Что случилось? Он дал отбой. Он не приедет. В смысле? Почему? Не знаю. У него был странный голос. Сказал, что план отменяется. Видимо, произошло что-то серьёзное. В ином случае он бы приехал. Что могло произойти, Эрдем? Не знаю, но что-то серьёзное, может быть, связанное с семьёй? Думаешь? Да. Уф. Это точно так. А что с этим делать? Ну, всё так красиво получилось. Ну, что поделать. Нам ничего не остаётся. Давай хотя бы уберём всё это. Вернём прежний вид. Хорошо. Не переживай. Мы ещё раз сделаем. Кстати, позвони Ослы, чтобы она зря не приезжала. Позвони. Да, точно. Уф. Слушаю, Гонжа. Ослы. Заказ отменили. Не приезжай зря. Хорошо? Ну, почему? Ладно. Не буду ехать впустую. Тогда поеду домой. Увидимся. До встречи. Хорошо, дорогая. Кажется, у тебя изменились планы? Да. Куда тебе нужно? Я тебя подвезу. Нет, не утруждайтесь. Мне не трудно. А в какую сторону едем? Большое спасибо. Ослы. Ослы. Бурак. Что ты делаешь? Будь потише. Ослы. Ослы. А почему ты ушла с вулканом, оставив меня? Бурак, умоляю, будь потише. Не буду. А ты возвращайся к своим развлечениям. С кем ты там развлекался до такого времени? А-а-а. Ты меня приревновала. А-а-а. Зачем мне тебя ревновать? С ума зашел? Хорошо. Ослы. Я очень тебя люблю. Бурак, умоляю, войди вовнутрь. Сейчас кто-нибудь увидит. Хорошо. Позволь, я войду вовнутрь. Бурак, от тебя ужасно пахнет. Не глуп... Как ты могла со мной так поступить? Как? Это что, все было ложью? Все было ложью. Бурак? Сынок, что с тобой? Ты в порядке? Что с тобой? Папа, я очень сильно люблю ослы. Как она могла со мной так поступить? Почему? Как она могла быть в сговоре с этой женщиной? Все, сынок, ты не расстраивайся. Хорошо? Все хорошо. Нет, папа, я не могу. Ради нее я пошел против вас. Бросил девушку, с которой столько лет встречался. Стал совсем другим человеком, папа. А все оказалось ложью. Я ненавижу ее, отец. Я ее ненавижу. 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 Все пройдет, сынок. Пройдет. И любовь пройдет. И ненависть пройдет. Все пройдет. Ты не волнуйся, хорошо? М? Нет, папа. Любовь, может, и пройдет, а ненависть никогда. Никогда. Любовь. Субтитры делал DimaTorzok Все это пройдет. Пройдет. Субтитры делал DimaTorzok Я не оставлю это просто так. Ты ответишь за то, что сделала. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я не могу понять, зачем ей было покупать эти акции. Действительно. А зачем? Ты тоже так думаешь? Уверен, что она знает, что мы будем пытаться выкупить у нее эти акции. Поэтому она продаст нам вдвое дороже. Эта женщина обманет даже самого дьявола. Да, это так. Но у меня для нее отличное предложение. Я уверен, что она примет его. Дай бог, жизнь моя. Эх... Ладно. Ты уходишь, дорогой? Я пойду поговорю с ней. Как можно скорее. Хорошо, дорогой. Нихат, прошу, не забудь сообщить мне, хорошо? Хорошо, не волнуйся. Сообщу. Доброе утро, Ослы. Доброе утро. Доброе утро. Ты сегодня рано пришла. Ты на занятия не идешь? Нет. Мы с Башак Ханом уладим дела по дому. Я так расстроена, не хочу ничего делать. Я помогу тебе, дорогая. Было бы очень хорошо. Как ты? А как мне быть? Мы были такими счастливыми. И что с ним вдруг случилось? Не знаю, Гонжа. У меня такое чувство, будто я проснулась от бесконечного сна. Не понимаю, где я. Единственное, что я чувствую, это горе. Я очень скучаю по Бураку. Ты действительно не увидишься больше с Бураком. Я не могу. Я пообещала маме, Гонжа. После всего случившегося, мама так огорчилась. Тебе или не знать. Она же такая гордая женщина. Может быть, мама и согласилась бы, если бы семья Бурака попросила у нее прощения. Но это не произойдет. Расставание было самым правильным решением. Дорогая моя. Слушаю, тетя Сельда. Как ты, дорогая. Хорошо, спасибо. Вы? Дорогая, у меня тоже все хорошо. Но мне надо срочно с тобой встретиться. Ты можешь приехать? Конечно. Я как раз собиралась скоро выходить. Хорошо, дорогая, жду. Увидимся. Увидимся. Доброе утро. Доброе утро. Как ты? Хорошо. Выходишь? Да. Поеду в университет. Вы ведь не будете докапываться до ослы, да, Чагла? У меня есть дела поважнее. Так что не переувеличивай, Волкан. Надеюсь, это так. Увидимся. Здравствуйте. О, добро пожаловать. Спасибо. Проходите. Сюда? Да, конечно, сюда. Ослы, я принесла договор аренды. Посмотри, пожалуйста, все. И подпиши. Конечно, конечно, подпишу. Хочу еще раз поблагодарить вас за все. Несмотря на все ваши дела, вы еще и со мной возитесь. Ну что ты? Разве такое возможно? Ты моя правая рука. И, конечно же, я буду тебе помогать. Мне отправлять деньги за жилье на этот счет, да? Я договорилась со знакомой хозяйкой. Депозит оплачивать не нужно. О, это просто отлично. О, это просто отлично. Еще раз большое спасибо. Передайте хозяйке, что мы позаботимся о доме. Пусть не волнуется. Я в этом даже не сомневаюсь. Поздравляю тебя с новым домом и с новой работой. Большое спасибо. Ослы, на этой неделе будет несколько важных встреч. Я хочу, чтобы ты пошла со мной в офис. Тебе не будет надобности каждый день ходить, но я хочу, чтобы ты знала, с какими людьми мы имеем дело. Хорошо? Конечно, конечно, как захотите. Однако, тебе нужна деловая одежда. Ведь ты студент, у тебя такое, вероятно, нет. Ведь нет? Да, нет. Но я решу этот вопрос. Давай вместе решим. Сейчас? Можешь доверять мне. Я не это имела в виду. К тому же, мне тоже нужно кое-что себе купить. Хорошо, тогда я оденусь и выйдем. Хорошо. До свидания. Удачи. Хорошей работы. Эрдем, что за дела проворачивает твой друг со вчерашнего дня? Он разве не освободился хотя бы на минуту? Он мог бы и позвонить, и объяснить причину. Мы ведь волнуемся. Ты права, дорогая. Может, ты позвонишь? Нет, дорогая. Я не хочу. Он ведь твой дружище. Да, мой дружище. Хорошо. Не берет. Эрдем, не говори только, что я не говорила, что здесь что-то не так. Это вообще ненормально. Да, что-то случилось. Не знаю, но здесь что-то не так. Мне стало интересно, о чем таком серьезном вы хотели поговорить. Бурак и та девушка расстались. Это вам сказал Бурак? Если это так, то будьте уверены, что это огромная ложь, чтобы держать вас подальше. Что это? Это доказательства, которые позволили нам увидеть настоящее лицо ослы. В смысле? Это женщина, которая рядом с ослой, бывшая жена Синана. Что? Да. Это Башак. Я не поняла. Они что, знакомы? Да. По-моему, они изначально были в сговоре против нас. Дорогая моя, то, что эта девушка встретила моего сына, а ее мама начала работать у нас дома, это все не случайность. Ну, разве такое может быть? Дорогая, если бы ты знала Башак так же, как и я, то ни на минуту не сомневалась бы. В свое время она делала все возможное, чтобы стать женой Синана. Какие только игры она не проворачивала. В итоге она забеременела, и они поженились. Эта гадюка проникла в нашу семью, устроила заварушку. В конце концов, Нихат от нее избавился и отправил ее за границу. То есть, дядя Нихат отправил ее за границу? Говоря о том, что он отправил ее, я имею в виду, что мы закрыли глаза на то, что она хотела уехать. Дорогая, никто не сможет остановить мать, которая хочет заботиться о своих детях. Вы правы. То, что она столько лет за границей и не звонит своим дятям, это очень странно. Мне все еще сложно поверить в то, что вы сказали. Значит, все это выявил дядя Нихат? Да-да. Нихат нанял человека, чтобы следить за Башак. А когда Бурак увидел фотографии, он сразу все понял. Бурак. Наверное, и не в себе. Главное, что он расстался с этой девушкой. Слава Богу. А знаете, чему я больше всего радуюсь, тетя Сельда? Я сразу почувствовала, что эта девушка не так проста, как кажется. Она так искусно притворялась невинной, что никто мне не поверил. Хорошо, что все, наконец, увидели ее настоящую сущность. Слава Богу, дорогая. Пускай пройдет немного времени, я поговорю с Бураком. Уговорю его, чтобы вы снова обвенчались. Тетя Сельда, между нами больше не может быть такого. Мы очень обидели друг друга и наговорили много лишнего. Дорогая, не руби с плеча. Оставь все на меня. Ну, давай этот разговор оставим между нами. Эда и Балкан не должны об этом узнать. А ослы? Ослы тем более. То есть, ослы не в курсе, что вы об этом знаете? Нет, конечно. А то она сразу же пойдет и расскажет Бураку обо всем, сбив его с толку. Вы можете мне доверять. Кузен, как ты? Хорошо, кузен, как ты? Хорошо. Ты искал ослы? Нет. Вы все еще не помирились? Не помирились. Она этого не хочет? Нет. Теперь я этого не хочу. Ты не хочешь? А что случилось? Так должно быть. Может, расскажешь? Мне стало интересно. Ты ведь ее так сильно любил. А давай не будем об этом говорить, ладно? Я иду в кафе и перекушу что-нибудь там. Хорошо. Я сейчас приду. Хорошо. Ослы, привет. Я начал волноваться, когда не увидел тебя в университете. Кузен. Я поговорил с ослы. Она позвонила? Нет, я позвонил. Я хотел сказать, что если она здесь, пусть приходит в кафе, посидим. Но сегодня она не придет на занятия. Зачем ты хотел ее позвать? Чтобы вы поговорили. Ты посмотри на себя. Ты ничего не знаешь, Вулкан. Не лезь в это дело. Как дела, Гони? Хорошо, Чегла. Но, видимо, тебя спрашивать даже не надо. Да, я очень счастлива. Конечно же, благодаря тебе. Ты расскажешь, что случилось? Они расстались. Мы справились. Откуда знаешь? Птички нашептали. Птички нашептали. Ты все еще веришь тому, что шепчут птички. Может, тебе стоит немножечко повзрослеть, Чегла? Я не поверю, пока не увижу своими глазами. Ладно, я ухожу. Не будешь есть? Я передумал. Позже поговорим. Хорошо. Бедняжка. Он нас даже не замечает. По-моему, этого достаточно, чтобы ты поверил. Даже если они расстались, я не думаю, что это продлится долго. А я уверена. Почему так уверена? Потому что я прекрасно знаю Бурака и его семью. Это зависит, насколько сильны у них чувства. Бурак очень смело поступил. Я не думаю, что он так просто оставит ослы. Оставит, Гани, оставит. Хочешь поспорить? Да, хочу. На что? Проигравший сделает то, что захочет выигравший. Хорошо.